В современном обществе, а также в обществе, основанном на христианских идеях, есть большая нужда в воспитании личностей со способностями аниматоров, энергичных людей, умеющих вдохновлять. Молодежный лагерь, проходящий в конце июля в Павлодаре, является своего рода в школе в деле воспитания молодых католиков, качеств лидерства в современном обществе в соответствии с христианскими принципами. Меня заинтересовало уже то, что это встреча для готовящихся аниматоров. И меня эта проблема сейчас очень интересует. Анимация — это особая воспитательная методология, опирающаяся на педагогические, философские и антропологические теории, направленные на развитие и становление зрелой человеческой личности. Аниматором может стать каждый, кто верит в анимацию как стиль жизни, даже вне церковной общины. Христианский аниматор, свидетельствуя своим образом жизни и почитанием Иисуса Христа, показывает пример жизни в Духе Христа для молодежи. В числе его навыков умение анализировать личный групповой опыт, способность адекватно понимать действительность, аналитически рассуждать, осуществлять воспитательно-пастерскую деятельность, а главное — своевременно определять, когда каждого из подопечных привести к Богу. Это исходя из того, что анимация, да, давать жизнь, душа сохранять, да, дать жизнь. Вот значит что? Анимация для аниматора. То есть он должен определить для себя, для чего он это делает также. Анимация — это деятельность по организации людей. Аниматор главными качествами его должны являться Это смелость, инициативность, уверенность в своих силах, креативность. Креативность. Это? Нет. Это? Нет. Это? Нет. Это? Да. У меня было две теории. Первая была то, что Дана показывает на предмет, да, то есть который мы выбрали, она по нему два раза вот так вот делает. Нет. Потом это проверка, я говорю, что это неправда, да? Метод анимации лучше приживается в молодежной среде, так как именно в этом возрасте особое внимание уделяется распознаванию и применению своих человеческих способностей. Анимация имеет место быть как в образовательных, так и неформальных кругах молодежи. Допустим, лето, проведенное без лагерей, где я буду аниматором, да, где у меня это уже не лето. Пять дней – это достаточно малый срок для подготовки аниматора, человека, умеющего организовывать и вдохновлять сверстников. Но благодаря насыщенной и разнообразной программе лагеря ребята могут частично определить для себя образ аниматора. В течение пяти дней молодые люди активно принимают участие в конференциях, на которых имеют возможность поделиться собственным опытом, а также в активных формах обучения, практических занятиях, играх, театре, кино. Познакомились с новыми людьми, узнали их новую точку зрения на различные вопросы, как религиозные вопросы, так и на обычные, обыденные вопросы. Мы также научились во время этого лагеря уметь слушать и правильно высказывать свои мысли, более скоординированно и сфокусировано на тех мыслях, которые являются основными. Быть хорошими аниматорами, если даже не аниматором, готова следовать за лидером и жить во Христе. И кто для вас самый главный лидер? Христос. Ребята усвоили, что в деле анимации важно быть активным свидетелем Христа, важно почитать его и через это показывать пример жизни в духе Христа. Хороший аниматор любит, верит и надеется на жизнь, любит молодежь, которую ему доверили. Хороший аниматор любит.